Эта работа называется «Миска красного супа». И, в принципе, эта картина, конечно же, про меня, обо мне. Иногда ты себя вот обнаруживаешь в таком загнанном углу, сидящем так вот, тнувшись головой в угол и закрывши голову руками. И внутри такой вопрос, почему я здесь, и кто я такой, и почему я здесь оказался. Она, я думаю, о одиночестве. О том одиночестве, которое нам не хватает. Не та невостребованность, которую мы иногда испытываем, а о том одиночестве, когда мы можем сами разговаривать сами с собой. И наслаждаться этим, и учиться у самих себя, слушать самого себя. Вот. На картине изображен вот такой персонаж, который в каком-то пылком, находится жарком споре. Вот. Он случайно, может, и не случайно напоминает Маяковского. Перед ним миска красного супа на столе, которую он не может никак притронуться, потому что он находится в жарком споре с каким-то собеседником. Возможно, этот собеседник, он же сам и есть, то есть, как бы, является этим собеседником. Но мы его не видим. Вот. Здесь изображены пути. Пути – это такие мифологические существа, которые пришли из античности во времена Возрождения и позже, Барокко. Вот. Пути, они, как бы, отождествляют такую чувственную, как бы сказать, составляющую, чувственную, может быть, духовную. А по мне это просто какая-то, ну, мельтешня. То есть это, как бы, возня каких-то обстоятельств, которые как раз-таки сгущаются за спиной этого персонажа. Вот. И на заднем плане совсем мы видим человека, обхватившего голову. Вот. Его это сгущает как раз-таки с собой, с душой. Это картина о том, что нам мешает в своем духовном развитии. Это вот борьба каких-то идеологий, соответствия чему-то. И часто мы заменяем свою духовную жизнь, как бы, заменяем вот этой вот борьбой, якобы, каких-то суперидеалов. Ну, по мне, так, как бы, ни один идеал не может быть супер, кроме, ну, я даже не знаю, кроме кого. Каждый решает, кто это. Бог или Вселенная, или гармония, или хаос. На самом деле, хаос, я думаю, первичнее, и он намного гармоничнее всего. То есть, как бы, хаос образуется сам, как бы, самоорганизуется. Вот. И для этого не нужно, как бы, быть правым или неправым, да, чтобы обрести какой-то духовный свой путь. То есть, нужно слушать себя и развиваться в том направлении, которое тебя напитывает. То есть, не разрушает, а напитывает какими-то эмоциями и знаниями, энергией. То есть, как бы, мы очень много тратим энергии, как раз-таки, именно на споры и доказывания, что, там, ты прав или неправ, или, там, если ты неправ, там, ну, твоя точка зрения имеет смысл. Но это все бессмысленно, по сути. Вот. И, как бы, вот, миска красного супа, она намекает на... Опять же, это из моего опыта, потому что я родился при, так сказать, социалистическом строе. И, как бы, и до сих пор какая-то печать, конечно, осталась на мне. Вот. И, собственно говоря, ну и что в итоге я получил, как бы, да, от этого социалистического строя. Ну, вот, то есть, я, как бы, понимаю, что я жил какой-то чужой, чужими мыслями, чужими жизнями и чужой идеологией, не моей. Вот. На самом деле, моя идеология – это растворение в природе. И, как бы, только с природой я могу общаться полноценно и только у нее. И нахожу ответы на все вопросы, буквально, которые ставлю. Вот. То есть, как бы, вот это все человеческая надстройка, которая, как сказать, она мешает быть гармоничным и мешает быть собой. И, как бы, это, ну, об этом это, ну, работа. То есть, о насилии, насилии общества над индивидом, о том, что, как бы, о потерянном времени, о одиночестве, одиночестве души, в этом бурлящем потоке мировом, и о том, как, возможно, из этого выходить. Ну, то есть, это такая картина, напоминание. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok